Всем привет! Это третья часть нелогичных моментов в Ханри Шарк Эволюшион. В этой рубрике мы рассматриваем странные моменты, которые просто не поддаются логике. И да, я понимаю, что это мобильная игра, и довольно старая, и не нужно мне это писать. Эта рубрика сделана больше в фановом формате, нежели в серьезном, чисто разнообразит видеоконтент по этой игре. И поэтому не нужно все это воспринимать сильно всерьез. Ну и как всегда, не забывайте прожимать лайк и делиться видео с друзьями, а также подписываться на канал. Все это стимулирует меня делать чаще подобные видео. Ну а мы начинаем. Мегалодон и акулы после него скользят по земле, как по льду. А вот белая акула и акулы до нее еле-еле по земле шкрибутся. Это реально как-то странновато. Мегалодон, по сути, это та же белая акула, только огромных размеров. А из-за его размеров и веса я сомневаюсь, что он мог бы так по земле скользить. Так ладно, существа, у которых есть лапы или что-то похожее на них. Это все оправдывает, но у мегалодона нет лап. И то, как он скользит по земле, это нелогично. На акулу можно одевать различную одежду. И вот я что-то нигде не слыхал, что есть акулы с усами и с кепкой на голове. Так в этом скрывается еще один момент. Как головные уборы держатся на голове у акулы и при этом не намокают. Они что, пластмассовые и приклеены к голове? Это что же за садисты такое вытворяют с акулами? Но все же это игра и ничего против, кастомизации акулы я не имею. Но все же бы, если бы я делал игру, у меня кастомизация была бы другой. К примеру, шрамы, копья, капканы, раненые глаза, рука человека, застрявшая в зубах у акулы. Это было бы более правдоподобно, делало бы акулу более старой. И можно было бы представить, что ты играешь за очень такую старую побитую акулу-людоеда, которую до сих пор никто не может убить. Ну а также это все давало бы свои бонусы, а не только меняло бы внешний вид. Да, конечно, ту кастомизацию, которую я вам описал, довольно жестокая, но и игра у меня бы была 18+. Я бы пытался отобразить реальный мир, то, какой он жестокий и беспощадный, и что выживает только сильнейший. Но я бы не переделывал бы Hungry Shark Evolution, это уже была бы новая игра. Но вот Hungry Shark Evolution я оставил бы той, которой она была, и не и сохранял бы ее стиль. Но я не разработчик, а фантазировать можно вечно. Так что переходим к третьему месту. Почему до космоса так мало расстояния? При хорошем разгоне и хорошей акуле до него можно просто допрыгнуть. А хотя в реальности космос начинается на расстоянии от 100 километров поверхности Земли. В Hungry Shark World нет космоса, но лететь вверх довольно многовато, учитывая то, что это игровой мир. Нет, не нужно делать, чтобы космос был очень далеко, но и то, что он очень близко к Земле, это нелогично. Что в космосе делают самолеты, вертолеты и самое отбитое, это белые акулы с реактивным ранцем. Если с акулой все понятно, у разработчиков просто на большие фантазии не хватило, и скорее всего там было кому-то очень хорошо. Кто понял, тот понял. То вот с самолетами бред. Самолеты могут летать благодаря тому, что опираются на воздух. Но вот чем выше, тем воздуха становится меньше, и тем самым самолет просто не сможет подняться выше, потому что в космосе нет воздуха. Но в нашей игре старенькие бипланы летают в космосе, как ни в чем не бывало. И это, собственно говоря, нелогичный момент. Акула может съесть луну. Это просто такой бред. Во-первых, луна в игре очень маленькая, что даже акулы больше нее. А во-вторых, ее можно съесть. У Моби Дика даже миссия такая есть. Съесть луну. Тут, конечно, понятно, что это рофел от разработчиков. Но рофел этот нелогичный. А на что подошел к концу? И у меня на этом все. Ставьте лайки, если хотите четвертую часть. И чтобы она вышла как можно скорее. Пишите комментарии и пишите, что вы считаете нелогичным в этой игре. Но только посмотрите прошлые части, чтобы ничего не повторялось. Ссылочку я оставлю в описании. Подписывайтесь на канал, если впервые на нем. У нас тут интересно. А также включи колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И быть в числе первых зрителей. Еще у меня есть группа в ВК. Там вы можете задавать разные вопросы. А также там публикуются различные посты на тему канала. Ссылка на группу в описании. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok